Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот. Это Сёгун 2 от Total War. Легендарный уровень сложности. Война против всех. Никому никакого мира. Я опять накосячил, забыл нажать кнопку запись. У меня один ход пропал. То есть это начало уже следующего хода, не того, который был. Единственное, что могу сказать хорошего, то что не было ни одной ручной битвы. Я тут один раз на авторасчёте пиратов отогнал. Вот потопило сейчас пиратский Саки Буне. Ну и встретил Оду. Вот у Оды там какие-то союзники ещё. Какие-то, да, что-то там. Наверное, тоже буду с ними воевать, да? Ну на море меня уже начинают подташнивать битвы, поэтому я авторасчёты классом. Хотя по-хорошему надо было, конечно, вручную играть. Бля, посмотрите на это. Они все, короче, ломят. Хотят занять эти точки. Ну пускай идут, конечно. Попробуют. Ничего им не светит. Вот эта армия вонючая меня подставила, не стала нападать на Сатсуму. Да, я убился проповедником от Хюгу, и армия отсюда вышла, пошла, я так понимаю, на Асуми. И сейчас в итоге такая ситуация, что у меня и это поселение, и это и Сатсума, и Асуми находятся под угрозой. Причём Асуми находятся под угрозой как от мятежников, так и от Ито. Отсюда я армию вывел. Видите, и как только я их вывел, блядь, сразу они побежали. Давай-ка я попробую сейчас обратно запхать в засаду вот эту вот армию. Оп, они по идее не должны знать, что я здесь. Но, сука, вот больше чем уверен, сейчас они побегут на Хюгу обратно у шлёпки и засядут там. Хитрый искусственный интеллект читерит. Я уберу отсюда Исатсумы кавалерию, потому что здесь в этой армии куча кавалерий, она мне здесь без надобности. Я боюсь, что там довольно такая сильная армия, мне придётся сюда вот ещё хотя бы один отряд Сигаро Тома Степпа убрать. То есть, получается, здесь относительно такие равные армии. Здесь Даймё, правда, сидит. Три Сигаро Сьяри, Луки и эти Теппа. Здесь тоже. А, ну здесь два Лука, Сигаро Сьяри, кавалерия. Ну, короче говоря, здесь шесть отрядов и здесь шесть отрядов. Вот ровненькое количество. Также я повышал налоги. Вот сейчас обратно снизил, потому что сейчас уже, видите, не могу повышенными оставить. И у меня на счету есть 1900, которые я потрачу. Здесь, как вы помните, я твердыню бахнул. Смотрите, у меня здесь есть 950 монет ирригация стоит. И также на следующий ход у меня здесь появится ещё один слот. Я хочу сюда рынок втащить, построить. Рынок у нас жрачку не жрёт, жрёт рисовая биржа. А рынок нет. У меня есть одно продовольствие. И сколько он стоит? Смотрите, стоимость 850 монет. Как раз хватит мне и на рынок, и на то, чтобы я сейчас рисовые паря построил. Вот так. Я, конечно, должен уже по-хорошему ставить торговый порт. Но, блин, пока что на это денег нет. Я лучше поставлю... Лучше я поставлю эти... Ну, как она называется? Биржу. Ой, биржу. Рынок и рисовые поля. Так оно надёжнее будет, потому что... Ну, вот разница, посмотрите, да? 1800 и 2250. Чётко? Плюс ещё бабки, да? Твердыня построится. Это тоже даст какой-никакой буст. Потом я отсюда смогу окончательно убрать войска из Хидзена. Потому что репрессии добавятся. У меня этот полководец застоялся. Также свой полудохлый кораблик ставим сюда. Блин, я из-за того, что я потерял точки вот эти вот торговые, сейчас вся Япония попрётся их хватать. Я сейчас познакомлюсь, походу, действительно вообще со всей Японией. И у меня вот этот список будет расти, 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 расти. Единственное, что, ну, может быть, там какие-то... Какие-то дома, которые просто наземные, да? И они до меня не доплывут. Но навряд ли там, может, один-два таких будет. А так, походу, смотрите, карта потихоньку закрашивается. Я продолжаю со всеми воевать. Вот так вот. Но надеюсь, что к тому моменту, как они окончательно начнут на меня стыки огромные слазь своего флота, я перестрою вот такие эту канитель, получу свои корабли пушечные. И уже начну на море доминировать по-взрослому. А продержаться мне до моих пушечных кораблей помогут огненные стрелы, которыми сейчас напрямую вот иду. На следующий ход они у меня будут уже, будет повеселее немножко. Так. Ну что, буду я нападать на вот этих вот ребят? Две кабаи. Они, в принципе, ничего не сделают мне. Они убегут, во-первых. То есть я им сейчас дополнительно дам только этот самый. Ну хотя, давай попробуем вот так с двух сторон его зажать. Куда он убежит? В другую сторону и топиться пошел. Ну вот так и давай. Так и топай, блин. Так. А здесь... Давай немножко разделим это дело. Тут четыре корабля. Вот эти туда пойдут на подмогу. Потому что, ну, большие довольно флоты шарятся пиратские. Поэтому мне нужно уже больше, чем три корабля. Саки Буна очень четко поджигается тремя кабайками. Ну, четыре так, на всякий случай. Ну что, сейчас у меня должно быть две битвы потные. За Сатсуму и за Асуми, по идее. Если, конечно, Ито осмелится. Если они осмелятся на Асуми напасть, то, мне кажется, это будет конец. Ито. В идеале я их должен разбить здесь и потом просто забрать юго. Но мне кажется, что они, скорее всего, ломанутся сюда. А вот эти ребята разрушат рисовые поля. И все. На этом. То есть, они, может быть, даже не проатакуют. Но если вот эти не проатакуют, тогда я... А, кстати, да. Чуть не забыл. Немножко продвинуться тоже. В кусты прячу, чтобы они... Чтобы они не огребли бесплатно. То я на следующий ход сюда убираю войска. И все, тогда Сатсуму будет уже им не взять. И, может быть, даже придется в поле их пить. Также здесь... Да. Здесь тоже, кстати, войска всякие. Сколько у меня? Пятерочка. То есть, я могу отсюда вывести, в принципе, всех. Сейчас, подожди. Да, единичка. Все нормально, да. Все идут сюда, потому что если... Ито опять запрутся в юге. В своем... В своем городе-замке, да. Кстати, ничего-нибудь строят там? Не, нихера. Они свое дадзёк говнющее построили, которое мне нафиг здесь не нужно. Абсолютно я его снесу, как только захвачу. Ну, даже не знаю. Требования доступны. То есть, это второго уровня ирригации, да? Ну, хорошо, ладно, хоть что-то. И дороги они поставили. Хоть что-то у них тут есть. Блин, жалко, конечно, проповедника. 500 монет, по сути, выкинул. Вражеский кораблик. Ну, здесь у меня довольно сильный, сильный довольно-таки флот. К тому же, сейчас он на следующий ход усилится. Моими огненными стрелами. Проверяю, со всеми ли война. Да, со всеми война. И давайте нажимать конец хода. Блядь. Как я целый ход протрындил просто так. Хорошо, хоть там действительно ничего важного не было. Ну да, они сейчас, наверное, поплывут, скорее всего. А, вот так вот он решил, да? Смотрите, сколько здесь кораблей. Это просто какой-то ад кромешный. Это что такое? Нормально, да? Типелло такой проплыл. А, вот получили фашисты гранату. Нападает на меня все-таки мятежник. И, кстати говоря, я даже не знаю, если я сейчас много потерь получу, то у Ито будет очень хороший шанс меня разбить. Ну, давайте. Смотрим. У них два лучника, два сигарус яри и легкая кавалерия. То есть я своей легкой кавалерии бегать, наверное, не буду по... вокруг замка. Хотя можно их вывезти, в принципе, чего. Посмотрим, короче, давай. Так, я тут. Смотрим. Давай-ка, куда вывезти моих коней. Давай пока сюда. Мой любимый угол я сюда занимаю. Я не знаю, почему. Мне так кажется, что чаще всего они как-то вот отсюда идут. Ну, если что, я, конечно же, конечно же, их переставлю. Так-то они могут откуда угодно пойти. Я не думаю, что они сейчас будут разделять прям свои силы. Слишком. А, у меня еще лучники есть. Я пью на театр. Так, давай сюда. Мой военачальник. Ну и поехали. Где враги? Они с двух сторон идут. Окей. Где у них кони? Это Асигару с луками. Асигару с луками. Легкая кавалерия. Асигару с Яри. Асигару с Яри. Ладно, короче, коней тогда я убираю. Пока сюда. Назад. Моих застрелов я убираю подальше. Когда луки подойдут, я тогда резко ломану вперед-обратно. Чтобы начать застрел их. Так, подожди секунду. Это кто у нас? Асигару с Яри. Асигару с Яри. Здесь, наверное, лучше все-таки поставить... Вы что, блин, тупые? Здесь лучше поставить как раз моих застрелов. Бегом только. Вот, они гораздо лучше. Пускай Сигару долбят. Этих с Яри, которые... Вот. Всем защиту ставим. А лучников как раз вот сюда вот бахнем. Вот. Так будет получше. С этой стороны никого нету. Ну, отлично. У меня кавалерия здесь стоит. Практически беспалево. Сигару с луками. Сигару с луками. Давайте, давайте, подходите уже, господи. Так, уже скоро, уже скоро, уже скоро. Все, валим. Бегом. Бегом. Так, вот, эти ребятки сейчас скоро уже стрелять начнут. Мне нужно будет включить воодушевление. Чтобы они лучше стреляли. А Тома Степа, это очень хорошие ребята. Они сейчас тут уничтожат, мне кажется, эти оба отряда. Ты что, наверх полезешь, что ли? Слушай, лезет наверх. Прикольно. Я засуну сюда самурайчиков. Вот так. Оп. Уже потрясены. Колеблются. Ну да, лучники очень хорошо сверху настреливают. А эти не очень хорошо сверху настреливают. Как тут пошла жара? Как они там лезут или нет? Никто еще не долез, что ли? Да блин, я никак не могу догнать ни одного. Вот так вот лучше что-то. Лучников всех перестрелял, что ли, уже? Господи. Ну вы даете. Не, давай, короче, я добью всех, кого смогу догнать. И, ну, вернемся на глобал. Куда это они? Ну да. Ту-ду-дум, ту-ду-дум. Включаю пораньше, потому что музыку очень люблю эту. Я думаю, что вам тоже нравится. Так. Потери на 12 человек. Ну, замечательно. Осталось у них три. Ну, я думаю, что это все. Да. Все. Мятежники кончились. Сейчас будет еще минимум одна битва, да? Да, Сатсума. Бам. Ого. Так. Лучников 4 штуки, 3. 6 осигару и 3 кавалерии. Угу. Угу. Слушай, ну, как бы не самые плохие проценты, бывало и хуже. Да, встретимся на поле боя. Так, поехали. Так, поехали. Давай-ка попробуем по классике. Блядь, что такое? Что за звуки? Сюда, на этот угол. А лучников посмотрим куда. Где враги, где враги, где враги. Где враги, где враги. С этой стороны. И с этой стороны. Так, кто здесь? Осигарус Ярия. Осигарус Ярия. Легкая кавалерия. Отлично. То, что надо. Тогда здесь у нас лучники, я так понимаю, да, будут? Ага. Значит, вот так. И сюда пошлем. Они за ними пойдут. Сразу эти сюда же. На всех остальных в резерве пока вот в таком, да? Да, даже вот в таком, потому что здесь лучников нету вообще. Поэтому всех можно здесь ставить. Сюда сразу. Они как-то вот будут лезть здесь, да? Неудобно, жутко, конечно. Ну. Вот так вот поставим. Можно вот этих вот сюда, кстати. Бегом. Лучникам тоже поставлю режим обороны. Чуть поближе надо их поставить, на самом деле. Тихо-тихо. Давай-давай. Выставляй вперед свои копья, ёптам. Во, вот это как надо. Как раз встал. Колеблются. Сейчас мы их потрясены. Сломлены. Не, вот этих вот непоколебимых надо мочить. Так, тут застрел идет. Да, идет. Блядь, я ж тебя... Я ж тебя послал, твою мать! А, бегом. Кто-то лезет, блин. Сигарус Яри здесь тоже есть. Тут тоже есть и сигарус Яри. Так, иди. А, колеблются, ладно. Фуууу. Так, ну здесь пошло получше уже Все это дело По всей видимости никто уже не выживет Давай-ка выходи Надо догнать вот этих вот всех ушлепков Чтоб они больше не вернулись А вот этих ребяток Сюда пошлем Бегом причем И за ними можно Отправить Пехоту Ты че? Блять А вы меня троллите Он опять вернулся, посмотри на него Слушай, мне кажется я сейчас один раз по нему чарженую Он должен Товой Если он не успеет в стену встать Уверены Непоколебимы Да, пожалуй полководец в опасности Все Разрозненно добивая их Тут не получается в стену встать К сожалению Но мы сейчас Немножко перестроимся И все будет нормально Мне кажется Вот Все Перестроился Так вот встану Ну вот Тут довольно неплохо все Мне кажется Потому что идет застрел Луки уже сдохли Правда Блин Ладно Я думаю Атома с иноземными ружьями разберутся Эти стоят прям вплотную Отведу пока самураев Че там мой Атома Юсиаки Или как его там звать Да, Юсиаки Застрел, застрел, застрел идет Только я блин Так и не включил воодушевление Давай воодушевим сейчас Моих стрелков Как они кстати А они Слабоват На самом деле Стреляют Есть Будут лучше Немножко попадать Разрозненные Сигару с луками Сейчас мы их примем Правда Че их принимать Тут сейчас стрелки Расстреляют Трупешники Одни Разрозненные Сигару С яри Лезут Легкая кавалерия Колеблется Это что Военачальник уверен Давай к уверенному Военачальнику Чержнем Самураями Замковыми Лучником Мэм Пиндык Но Зато у меня Сигару с Наберемными ружьями Целые практически Че у них еще осталось Сигару с луками Сигару с Луками Мне кажется Сейчас надо будет выйти Короче И замковым Самираем Погонять Тихо Сигару С луками А ну Вот так Ну Заруби его Че-то он Нахеревший Вообще Вот так Три-три-три-три Танцует Блядь Так Здесь кто? Наши победили Что это такое? На Древком его Рукояткой В лобешник Замечательно Все Выходи И мочи Этих Гребаных Лукарей Так А где? Походу Их всех Перестреляли Ладно Давай сюда Тогда Потому что Они скорее всего Бегут туда Блин И мне надо будет Их догонять И Кого там стреляешь? Умер уже кто-то И вот Достреливает Так Гражданин Хороший Не хочешь Добежать До Нормальной Блин Точки стрельбы Так Самураи Сейчас вырубятся В лучников Они даже Не думают Убегать А вот Все Убегают По-моему Все Все же Убежали Чем мне победа Не дают А вот Все Ну давай Короче Я догоню Всех Кто Не успеет Убежать И на глобал Так Ну мне Блин Первую победу Засчитали Из-за того Что я С лучниками Накосячил Ну ладно Сколько я потерял 505 человек Ох Половину Больше половины Потерял У них осталось Здесь 30 Сука Когда они Успели Убежать Я что-то Даже не знаю Нападение На морской Торговый Путь Стратегия Обороны Так Тут Какое Дело Я Исследовал Наконец-то Путь Лука То есть Доступные Огненные Стрелы Теперь Я прямой Наводкой Иду В огнестрельное Оружие Когда я Изучу Стратегию Обороны Трехода Которая Займет У меня Сработает Бонус За изучение Вот этих Всех Технологий Раз Два Три Четыре Пять Шесть Ветки До Вот этой Линии И Получается Что Вот это Вот Небо И земля Она Сейчас Сколько Стоит Она Сейчас Стоит Семь Ходов Она Должна Быть Меньше Семи Ходов Посмотрим Тут Как раз Лагерь У них Будет Доступен Также Пополнение Отряда За саму Технологию Увеличится Боеприпас И лучников Что Очень Даже Отлично Ну и Дальше Идем В пороховую Мастерскую И Уже Буду Свои Уникальные Юниты Клепать Также Мне Конечно Нужно Вставить Торговый Порт И потом Наземный Торговый Порт Именно Здесь Из-за Ремесленников Ну Пока Вот Как-то Так Так Что У нас Тут Три Зараза Блин Боюсь Сейчас На авторасчете Потерять Своего Даймё Но и биться Не хочу Ломает Ноль Потеряно Отлично Отлично Это даже Может Хорошо То Что Они То Что Они Не Умерли Всех Как Здесь То Я Получу Дополнительный Опыт Что Это У меня Такое Устошение Минус Три Да Печалька Так Сколько Там Порядка Нет На следующий ход Не будет Никакого Восстания Что Хорошо Ну Что Там В Хьюге Наверняка Там Блин Гребаные Эти Уродцы Наверняка Обратно Пошли То То Они Чувствуют Да Что Я Надо Вот Сюда Подойти Чтобы Короче Понять Может Корабль Какой Отправить Здесь Что У нас Сокибуне Фуууууууууууууууууууууууууууууууууу Warum Я, конечно, легко вот этими двумя кораблями возьму. Да и этими возьму на самом деле. Но он убежит от меня. Это точно. Просто он мне сейчас загораждает проход, падла. С одной стороны. С другой стороны я хочу посмотреть, что там в Хьюге кораблем, а не двигая вот эту армию. Так, ладно. Ой, у меня минус 407 денег, ёптать. Почему так? А, потому что у меня вот эти чмошники. Четыре корабля грабят. Надо мне от них избавляться. Получается, что вот этот флот мне там нужен. Кстати, у меня есть огненные стрелы. Что мне очень сильно поможет. Очень сильно. Ещё вот эти чмошники здесь. Ну, понятно, короче говоря. Мне нужно отправлять мои торговые корабли сюда. Всё, это, по-моему, все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А, нет. Ноль. Общий доход от импорта ноль. Ах ты, сука. То есть они вообще всё перекрывают, что ли, получается? А, блядь, о чём я говорю? У меня же разрушенный торговый порт. Мне надо чинить его. Сколько стоит? 720, бля, да ладно. Да вы угораете. И на следующий ход у меня ничего не будет, потому что у меня денег тупо нету. Какая веселуха. Что же делать-то? Мне раздолбали мятежники порт, и я из-за этого страдаю. Плюс эти ублюдки ещё плывут сюда. Тоже хотят мне порт разломать. Здесь обычный порт. Торговый. Блядь, он идёт в разрушенный порт всё равно. Я надеялся, что сейчас торговый... Торговый этот самый путь переделается, но нет. Замечен дом. Кто? Такая яма. О, отлично. Не в том плане, что я ему войну объявил. Конечно, это не отлично. А в том плане, что от него отказались союзники. Где он? Вот он. Не воюет он с достаточно таким количеством большим народу. То есть ему не то, что прям до меня будет сразу. Так. Давай, нападём на него. Будет он воевать со мной? Да, он со мной будет воевать. И давайте я это дело вручную проведу. Покажу частично, потому что ему скучные битвы. Я его хочу захватить. Захваченный корабль подвезти. Посмотреть, что там около Ито. И потом его расформирую, потому что, ну, дорого мне содержать столько кораблей. Пока не могу. Ну, как обычно, без каких проблем я расстрелял сначала с Акибунэ своей кабаей. Они даже умудрились как-то 4 человека у меня убить, блин. Иду в атаку. Они, кстати, тоже включили свою канитель, но так как у них народу намного меньше, поэтому я сейчас думаю, без проблем наши зарубают всех вражин. Просто задавят числом. Ну. Как-то поудачней. Вот этот вот герой. Ты смотри, что творит. В шею воткнул. Почему-то у меня лучники какие-то. А, ну вот, все. А у него, блин, прям самурай. Где там еще? Вообще не вижу, кто наш, кто не наш. Все узкоглазые. Ну. Вот этот, по-моему, не наш. У него какая-то точка подозрительного цвета. О, давай, давай, давай. Ты молодец. Обходит. Блядь, обошел. Его зарубили просто и все. Все сдались? Отлично. Отлично. У меня есть корабль. Теперь я его использую как разведчик. И потом утоплю нафиг. И может быть даже у меня на моем вот этом флоту из двух кораблей останутся какие-то очки действия, чтобы что-то полезное сделать с другим вражеским флотом. Так. Смотрим. Вот этот корабль. Иди сюда. Посмотрим, что там. Ну, естественно. То есть, блядь, кто бы сомневался. Сейчас у меня что идет? Лето, да? Так, нафиг. Что у них с армией? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, есть одиннадцать, двенадцать, тринадцать, блин, рыл. Вот, сучара. Сучара. Конечно, все поразрушено. Так, сколько стоит? Рисовые поля, поврежденная постройка. Я не могу, зараза, починить торговый порт. Вот это меня раздражает ужасно. Семьсот двадцать монет стоит. У меня всего шестьсот. Причем вот эти вот, блин, долбанные шестьсот монет мне должно было быть больше. Ну, так как... И теперь я не могу еще и рынок поставить. Падла. Так, могу ли я повысить налоги? Давай вот в этом вопрос. Финансы смотрим. Слушай, я могу повысить налоги, на самом деле, на один ход и получу кое-какие деньги. Это меня спасет. Ну, наверное, слушай. Прямо вот так вот сразу. А если полностью? Все красное, но... Ох. Сколько получу? Тысячу, да? Мне все равно не хватит и на починку, и на этот. Поэтому давай не будем рисковать порядком, потому что с порядком, блин, проблемы. Попробуем чуть-чуть, чуть-чуть повысить. Так, здесь две кабаи. Здесь вообще нету торговых судов. Что здесь? Здесь сакибоне, блин. И, наверное, тоже кабая какая-нибудь, да? Не, я могу на него напасть, в принципе. Почему нет? Вот эти ребята, скорее всего, убегут. Вопрос, куда? Угу. И я не дотягиваюсь, блядь. Это очень раздражает, на самом деле. Так бы они порт мне заблокировали, а так... Так, они две кабаи. Здесь не пойми что. Здесь торговые. Ладно, давай, короче, тогда... Будем делать невозможное. Здесь две кабаи, здесь... Ой, бля, пиздец какой-то. Ну что, будем сжечь? Хер ли делать? Погнали. Разговариваю сам с собой, твою мать. Не включил запись. Так. Попробуем, короче, их сжечь, конечно же. Блин, они отстреливаться будут. Вот что самое противное. Вот эти вот ребята. Сакибон это ладно. Просто, ну, выхода нету. О чем мне еще остается делать? Они сами нападут иначе. Когда они нападают, они более агрессивные. Поэтому лучше самому нападать. Стой. Стреляйте, ептать. Колеблются. Ну что, мы подожжем их или что? Блядь, слабо, конечно. Надо три. Три надо кабая, чтобы нормально поджигать. Бегут. Ну, они, блин, не добегут. Они сейчас вернутся, скорее всего. Ну, давай. Будем их перехватывать как-то. Это они толкают. Слышь, ты, давай, типа. Иди. Ну, будет у меня огненное сегодня? Я просто не хочу им давать вернуться. Пускай, если они... Если они убегут. Нет, все. Они сдались. Отлично. Да есть, мне даже огненные снаряды не надо было тратить. Ну и валим. Валим, валим. Давай. Все-таки скорость нормальную поставлю, а то... Ну, стрельба пойдет сегодня? Они же в РНЖе находятся. Блин, фокусить надо вообще-то. Ну ладно. Разорвите дистанцию пока. В общем, идея такая. Я буду разрывать дистанцию и пытаться сфокусить один корабль. Ранский сакибунэ. Пытаться сфокусить один корабль. А пока у меня огненные стрелы восстанавливаются, буду разрывать дистанцию. Я не думаю, что это все очень увлекательно смотреть. Буду показывать, как они загораются только. Ну вот, сразу сдался. Ну, у них там, правда, народ это было херня. Это пиратский сакибунэ, который они захватили. Давай еще разрываем дистанцию. Ждем, пока установятся огненные стрелы. Он пока не сильно загорелся, конечно. Так, давай огненные. Шла жара. Колеблются, сдается. Пожалуйста. Так, эти куда-то уплыли. Короче, хер с ними пока. Пойдем разберемся тогда с лучниками. Посмотрим, как сейчас пройдет. Ну, начинаете уже стрелять ее по мать. Ну же. Бля, вы еще троллите меня, что ли? Алло. О. Здесь, блин. Ну что, зажгут они его или нет? Или придется еще раз сделать? Да, все, закончились огненные стрелы. Отплываем. Так, пошла еще жара. Оп, оп, оп. Колеблются. Бегут. Понятно. Иди-ка сюда, сучка. Куда ты бежать собрался? Не увяжешь. Вот так, отлично. Сдался. Ну и теперь две вот этих вот канители. Сейчас подплыву поближе и начну расстрелы. Я думаю, что они даже ничего не смогут противопоставить. Давай-ка мы вот так вот с носа, наверное, пойдем. Чтобы если начнет стрелять, то один только. Ну вот, один уже сдался. Блин, конечно, горят тут корабли не так красиво, как в других. В тоталуарах. Как-то он так не бодренько ни разу. Ну и сейчас еще один кораблик осталось поджечь и все. Ну, ты будешь стрелять по нему? Ёпта, ты же в РНЖ находился, блядь, все это время. Кандонева. Ой, а звернуться решил, что ли? Слабо. Слабо-слабо. Ну, давай уже, подожгите его, ёптать. Короче, он не отстреливается, поэтому я спокойно стою, стреляю по нему. Сейчас у меня закончится таймер огненным стрелом. Я попробую еще залп сделать. Мне кажется, он скоро склеится. Ну, застрял он, но бывает. Давай. Я тоже так застревал. О, колеблется. Я думаю, что следующий залп он не переживет. Ну, пошла жара. Все, бегут. Завершить сражение, да. Я, кстати, чуть-чуть погромче сделал музыку игры. Не знаю, заметно стало, незаметно. Потому что я сам записи свои смотрел. Никто не сказал, но как-то тихонько. Не слышно было ни черта практически. Только мой голос бренный. Так. Ну да, я сжег большинство. И захватил два корабля. О, блядь, один убежал, что ли? Вот, сука. Так. А, ну его я могу достать вот этим, да? Нет, не могу. Здесь еще какие-то корабли. Че, блядь, происходит? Так. Нихера себе он улетел. Так. Один пиратский сакебуне и три торговых судна. А, ну вот, короче. Тогда я не буду атаковать этих. Лучше вот этих проатакую. А, слушай, можно этих проатаковать? Не знаю. Иди сюда. Смотри, а. Проценты такие не очень. Ладно, это я полностью вырежу. Потому что здесь абсолютно не на что смотреть. Будет скучно. Я хочу попытаться захватить торговые суда. Они мне пригодятся. Мне их строить. Ну, нету денег. Поэтому вырежу эту битву полностью. Без каких-либо проблем забрал торговые суда и пиратские сакебуны, которые я сейчас утоплю. Он мне не нужен. Да. Давай, до свидания. Так, торговый корабль отправил сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь полностью все. Давай-ка пока, чтобы торговые корабли не участвовали. Я не уверен, что я хочу сейчас проводить ручную битву. Блин. Что этот уже дважды убежал, гражданин. И вот так, да. Хватит. Дорога перекрыта. Кому едите нафиг? Так, 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 так. Да, вот этот вот нафиг идет. Что у нас здесь? Здесь ребята, которые могут мне сейчас устроить проблем. Он сейчас доплывет, мне кажется. Ну, вроде бы вот это на поддержке, но у меня кабая очень слабая, блядь. Надо было вручную сейчас, конечно, драться. Так. О! Вот что я могу сделать. Я могу сюда поставить свой флот, еще один. И он, типа, решит проблему, наверное. Кстати, у меня минус двадцать четыре пошло. Пиратский сакибунэ убираем. Не могу объединить, да? Ну, вообще не объединяется, на самом деле. Как ни странно, вот я мерч нажимаешь, пофиг. Ну, то есть у меня здесь много довольно-таки всяких кораблей. И есть шанс, что вот эта херня просто, ну, не будет атаковать. Так, здесь, конечно, тоже проблемы. Потому что могут пираты напасть. Ну, ладно. Так, ну мне на самом деле нужны деньги по-прежнему. Кстати, девяносто три. У меня уже доход. Почему-то. А, ёптать, хереть. Не встать. А что такое-то случилось опять? Я кораблей, что ли, назабирал, поэтому... Поэтому такая фигня, да? Походу. Сука, ладно. Ты иди сюда. Мне нужно будет эти торговые корабли обязательно туда запихнуть, чтобы был... На следующий ход мне торговый порт надо починить. Вот к бабке не ходи. 720 монет стоит это. Поэтому вот хочешь, не хочешь, мне очень надо повысить налоги. Вот просто вот кровь из носа. Вот делать нечего. Вот надо повысить и всё. Не продолжаю движение. Что у меня в сатсуме? Минус 9. А-а-а-а, жесть жёсткая. Ладно, давай пока сюда. Там посмотрим, кого куда запихать. У меня на следующий год как бы бахнут всякие беспорядки. Вот я охерею. Так, ещё какая-то вонючка приплыла. Ну, теоретически, пускай он плывёт куда хочет. Как бы не сильно волнует. Мне ещё вот интересно, с кем он воюет. Вот эта вот хатакаэма. Ну, он воюет с неизвестным домом Агами, с Сатоми, с Уисугой, с Миёси. А Миёси где есть? Я знаю Миёси вообще. Я поеду... Нет. Неизвестный дом Миёси, неизвестный дом Агами, с Сатоми. Где Сатоми находится? Тоже в жопе где-то. То есть он ни с кем из моих соседей не воюет. Вот этих вот ребят. Блять, у меня здесь вот этот флот, конечно, реально меня спасает. И я, блин, рынок не могу поставить. Это бесит. Реально бесит. Так. Хорошо. Мне просто ничего не остаётся делать. Кроме как... Здесь даже, видите, плюс будет по порядку. Ничего не остаётся делать, кроме как нажать конец хода. Я так подозреваю. Развитие. У меня ещё три хода. Война идёт со всеми. Дай-ка посмотрим, что у меня тут. Может, я что-то упустил? Да нет, вроде. Снабжение, стоимость возведения построек. Та-та-та-та-та-та-та-та. О, да. Можно, можно хоть что-то починить. Чинить всё равно надо, правильно? В сатсуме что-нибудь могу починить? Могу кузницу починить. Она мне, в принципе, ничего пока не даёт. То есть, мне не то, что прямо вот надо 300 монет на это тратить. Зато 300 монет надо тратить на вот эту штуку, потому что... Денюжка, конечно, от этого портится. Ну всё, по всей видимости. Может, что-то забыл, конечно. Сильно не бомбите, потому что очень за многим надо следить. Очень за многим. Вот это меня беспокоит, канитель. И здесь тоже как бы сейчас какая-нибудь херня как выплывет, как пахнет, по-моему, иноземному торговому порту. Хотя, несмотря... Как бы у меня здесь ни одного торгового пути, поэтому, наверное, это ни на что не повлияет. И 1000 у меня на следующий ход, да? Последний раз смотрю дипломатию. Всё, конец хода. С придыханием, так сказать, сердца. Так, Ода ещё плывут. Ещё плывут своими кораблями Ода. А вот и Кикава кого-то там бахнули на карте. Я посмотрел, здесь что-то такое приплыло. Ну да, это мой корабль, вот этот несчастный торговое судно. Атакует Кабая с лучниками и Саки Боне. Давай, отступаем, естественно. За мной поплывёт, если... Нет, поплыл вниз. Два корабля поплыли вниз. Всё, да? Ну то есть ничего такого особенного не произошло. Растущее недовольство. Понимаю. Подкупить любую армию осталось сезонов 5. Вероятность успеха Мацуке. Ну нет, ребята, извините. Это я пас. Это мои торговые корабли унесли в море там кого-то. Да, они вообще все сдохли. Давай, самое первое смотрим. Ну да, конечно, блядь, а как же. Сатсуми. Возникают беспорядки. Минус 400 монет, блядь. Давай. Торговый порт обязательно чиним, иначе будут большие проблемы. Сколько у меня здесь? Минус 1, да? Это ерунда. Минус 1, это ерунда. Тихо-тихо-тихо. Я же в город хочу. Алло. Да ладно, да ладно. Ну что ты гонишь-то, ну? Блядь. Так. Кавалерию туда запхаю. Вот и все, и ноль сразу получился. Хорошо. А это в Асуми. Хорошо. Очень скоро надо будет идти уже и за Асуми. Ахюгу мочить. Печаль, печаль, печальная. Хорошо. То есть здесь я могу запросто уже идти. Занимать. Так сказать. Блядь, у меня на следующий ход минус пойдет. Песет. Сколько у меня стоит? 99, да? Надо было, наверное, блин, расформировать эту канитель. Я же не могу налоги повысить. У меня сразу пойдут эти самые беспорядки. Поэтому мне сейчас хочешь-не хочешь придется расформировать. Все нахер. И мне нельзя, чтобы у меня вот этот вот торговый путь расхерачили. Иначе будут большие проблемы. Первое, что мне надо сделать обязательно, это засунуть торговые корабли. Далее. Вот эти ребята у меня, хочешь-не хочешь, плывут чиниться. Либо я их вообще нет. Ну, это как бы хорошие опытные корабли, поэтому их я оставлю. Здесь мне придется пока вот так сделать. То есть, этот торговый путь полностью безопасности. Здесь же проблемы. Кстати говоря, блин, что я сделал-то? Ладно. Так, пока поставим. Есть шанс, что ему, ну, побояться напасть. Вот это вот бесполезная херня. Убираю. Здесь опытные корабли. Мало лучников, но в принципе ладно, сойдет. Здесь хороший корабль. Минус 409, сука. Здесь я не могу расформировать ничего, к сожалению. Могу расформировать вот этих ребят. По идее, тогда у меня, ну, мне просто, ну, как бы, просто нечего делать больше, к сожалению. Да, и, короче, нормально будет. На следующий ход, по идее, у меня торговля должна возобновиться, какая-никакая, и пойдут деньги. Попендик, конечно. Ну, ирригация у меня получится. Пф, получится. Ирригация на следующий ход у меня начнется. Уродцы, походу, никогда меня не проатакуют. Как у меня беспорядки здесь. Если я отсюда выйду... Здесь минус 2 сразу начинается, да? Давай еще один ход посидим. Вот, буквально один ход. Защита всех от этого плюс 1. Не знаю, сейчас что-то будет плохое, мне кажется. Сейчас мне по деньгам как жахнет окончательно, и мне придется тогда опять делать большие налоги, опять делать беспорядки. Что если я на своей территории встану в засаду? Амит ей никак не поможет. Я потому что потом, на следующий ход все равно не смогу. Хотя нет, смогу. Давай попробуем в засаду встать вот здесь, на своей территории. Должен подчиниться порт, и должно все быть хорошо. Если я вот это подчиню... У меня в минус уйдет, я понял. О, блядь. Как же меня эта морская торговля убивает. Конец хода. Так, атома приплыли. Здравствуйте. Тесок кабы приплыли. Еще какие-то бичи плавают. Что такое? Хотел напасть, но передумал. Сейчас заруба будет, по всей видимости, у меня. Еще плывут уродцы. Ну, никто не напал. Отлично, инициативу оставляют мне. Все, тысяча. Отлично. Уничтожен малый дом. Кто? Хаттори. У-у-у. Это не очень хорошо. Они, по идее, воевали против моих врагов. Постройка окончена, ирригация. Так, ну что ж. Тысяча. Тысяча вход. Здесь, я не знаю что. Надеюсь, что там не сильно много боевых кораблей. Здесь два. Здесь два. Также здесь есть пиратики. В общем говоря, надо будет подумать, в каком порядке атаковать эти флоты. Раз, два, три, четыре флота. Также вот здесь есть боевой флот. Сакебуне, всякая фигня. Разнесу всю эту канитель, я уверен. Без каких-либо проблем. А, да, это я правильно, что я здесь встал. Что у меня, кстати, по налогам? Ой, я могу даже налоги увеличить. Без каких-либо проблем. Отлично, отлично. Ну, ладненько. Что там по времени? Слушай, ну, по времени, блин, еще дофига. На самом деле, надо продолжить. Потому что для меня время, конечно, течет совсем по-другому. Не так, как для вас. Ну, что? Тогда, 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 тогда атакуем двумя кораблями пиратов. Почему двумя? Чтобы они не убежали. О, хе-хе. Тут торговые суда. Замечательно. Это я тоже сделаю вне записи. Заберу все торговые суда себе. Да. Героическая победа. Я не потерял, по-моему, даже ни одного моряка. Все корабли мои. Так, далее. Здесь что у нас? Здесь два кораблика. Не знаю, что там. Мне пофиг. Что бы там ни было, я своими двумя корабликами справлюсь. Ну, там Кабая и Кабая с лучниками. Я думаю, что я оба корабля сожгу просто. Мне они не нужны. Ну, покажу, как они горят. Ну, практически тоже будет не на запись битва. Что-то решил на меня сагриться в какой-то веке с Акибоной. Ну, ладно. Его проблемы. Немножко отойду. Почему не стреляем, блядь? А, вот, пошла жара. Стреляйте, стреляйте, ёптами. Огненными, да? И ты стреляй. Твою мать, ну он же в РНЖ находится. У тебя, блин... Сука, ты меня бесишь, реально. Почему ты не стреляешь, а только принимаешь, блин, на себя? Пиздец, блядь. Иногда вымораживает просто это дело. Ладно, разрываем дистанцию и ждем, пока восстановится умение. А, получил, сука. Уплывает, блин. Сейчас, мне кажется, финальные залпы будут уже. Давай, сука. Все, готов, ублюдок. Будешь знать. Так, этого я с кормой буду, наверное, долбать. Ну, блин, нет. Надо его схватить. Тошу, бежит, падла. Иди сюда, падла. Крюк, 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 крюк есть. Вот так. И в награду заслуженная музыка. Тим корабль подарили. Спасибо. Так, далее. Далее тут еще два корабля. Тут еще четыре корабля. Вообще не знаю, на самом деле, стоит оно того или нет. Четыре и два, да. Я теоретически могу, конечно. Так, короче, нафиг. Хер ли тут думать, атакуем. О, ну, это понятно. Кабая, ладно, это плохо, конечно. Торговая, похер. Ну, блин. Плохо, конечно, плохо. У них тут практически боевой флот. То есть, есть очень большой шанс, что у меня... Что они меня убьют очень много, и мои побегут просто. Ну, ничего страшного. Даже если я проиграю, у меня есть еще там корабли. Я могу еще два послать, и они уже точно всех убьют. Поэтому давайте выйду на поле боя. Если там что-то пойдет не так, или что-то интересное будет, я покажу. Так, ну, благодаря тупости искусственного интеллекта, они один раз со мной столкнулись и куда-то поплыли. Не знаю, по своим делам. Поэтому я спокойно могу разбираться, блин, с ними поодиночке, как обычно. Тоже сжахнул по этому ублюдку пару раз. И надо разорвать дистанцию и дождаться, пока у меня огненные стрелы восстановятся. Он тоже куда-то поплыл. А я так боюсь, что они сейчас все уткнутся. Я потом их просто разберу, да и все. Вот такие вот волшебные битвы. Сакибуне, торговое судно и Сакибуне. Да, он куда-то уплыл. Хер, победишь, куда? Блин, торговое судно, конечно, я бы хотел убить. В смысле, себе захватить, не убивать. Стреляйте, блядь. Так, есть, ему не понравилось, он отвалил. Ну, может, так и задумано, что, типа, расогненный... А, расогненные стрелы, то он, типа, идет чиниться, ну, то есть, там, включает режим починки, вот этот вот. И, типа, перестает участвовать в битве. Да, вот он починился и возвращается. А эти, наверное, забыли, короче, как разворачиваться. Вот так вот, все. Назойливая торговая посудина готова. Ну, и, в принципе, я так понимаю, что нет смысла показывать, как вот эти упертые в красную линию корабли расстреливаю, правильно? Если вдруг что-то пойдет не так, покажу. А так, в принципе, это расстрел беззащитных. Цель развернулся, блин, а? Тварь, как-то, не знаю, смог выплыть. Теперь меня троллит. Ну, сейчас ему, я думаю, еще один залп. Огненных стрел. Казали, убегает, что ли? Не пойму. А ну, куда собрался? Вот гнида, блин. Так, ладно, сейчас немножко тогда разорвем дистанцию, вот так его оплывем. Иди сюда, Ванючка. Все, готов. Следующий. Приколюха, он вообще в угол сейчас заплывет. Блядь, как нажал огненные стрелы, они стрелять перестали. Только что стреляли же, ептать. Ой, тролльство какое-то. Хорошо, хоть он не отстреливается, ладно. Иди подплыви поближе. Блядь, почему, ну? Есть. Колеблется. Бегут. Сука, убежит. Убежит сейчас. Мразь. Ладно. Догоним кем-нибудь другим. Блядь, еще один убежал. Да что ж такое-то? За ними гонять потом по всей карте. Решил уплыть куда-то, мразь, а ты посмотри на него. Есть. Отлично. Даже лучше, наверное, когда они от красной линии отплывают. Тогда они не убегают. Последний остался. Так, ну это уже победа, но надо догнать. Надо догнать Ванючку. Я даже включил греблю. Есть. Ну же, ну же, давай. Блин, ну неужели он, падла, убежит. На. Отлично. Первого победа. Родной. У меня два корабля было, два осталось. У шлепки. В чем вы говорите? Какая первого победа? Долговременные торговые партнеры. Не в этой компании, ребята. А у меня не будет долговременных торговых партнеров. Отлично. Ноль потерял. Уи-уи. Так, убежали-убежали. Раздолбанная кабая. Ну я ее могу догнать, в принципе, своей кабае. Вот, одной. Например. А, ладно. У меня пять кораблей потеряно. Вы что, ебнулись что ли? Каким хером? Пиздец, авторасчет, блядь. Слов нет. Ладно. Вот что значит, блин, поленился и нажал авторасчет. Никогда так не делайте. Так, давай. Торговых обратно 1100. Отлично. Не знаю. Это хватит мне, наверное. Хватит мне, наверное. 25, 26, 40. Сучка, блин. Надо же. Так, тут целый, да? А тут раздолбанная в какашку. Че делать? Денег-то нету все равно. Ладно, иди сюда. Делать-то нехер больше. Всех объединяем, короче, вот так. И, по идее, не должен он напасть на меня. Хоть все и раздолбанная, но тем не менее. Бля, авторасчет это все, это капец, короче. Вообще нельзя нажимать авторасчет на морских битвах. Это жесть. Так, и здесь одна еще штучка. Просто будет очень сложно, когда они тоже изучат огненные стрелы. Будет очень сложно. Так, я вас спрячу. Могу его починить. Дашь себе две монеты. Отлично. Надо чинить, потому что иначе ничего хорошего не получится. Ну что, рискнем тогда. Может быть, они еще не изучили огненные стрелы. Давай, я одного отправлю. Здесь три корабля. Если большой флот нападет, я тремя кабаями должен, по идее, по крайней мере, от пиратов отбиться. У них не бывает этих с огненными стрелами кораблей. Так, ну здесь разобрался. И последняя битва вот здесь еще будет. Сколько там время? Так, времени 50 минут, поэтому давай я провожу атаку. Это будет сохраняшка. Отлично. Они... О, слушай, отлично. Вообще, я развалю это все дерьмо очень быстро. У меня три кабая с лучниками. Они все это дело очень-очень быстро сожгут. Но это я уже сделаю в следующей серии. Поэтому всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот. Это Сегон 2 Total War. За Атома. Война со всеми. Без мира. И без всяких там... Этих... Выклянчиваний денег через дипломатию. Всем пока. Лайк, подписка, все дела.